Добрый день! Это ежедневный обзор главных новостей из мира блокчейна и криптовалют за прошедшие сутки. В ожидании фьючерсов большинство криптовалют дешевеет. Биткоин опустился до 13,5 тысяч долларов, а в настоящий момент вновь показывает рост и уже отыграл до отметки в 15,5 тысяч долларов за монету. Общая капитализация возросла с 400 до 418 миллиардов долларов. По поводу роста цены биткоина интересное заявление сделал Кэмерон Уинклвоз, один из двоих близнецов миллиардеров. По его мнению, несмотря на головокружительный взлет биткоина в 2017 году, цена криптовалюты еще очень далека от своих пиковых значений и способна вырасти еще примерно в 20 раз. Прогноз по цене биткоина основывается на общей стоимости рынка золота. По разным оценкам объем этого рынка составляет от 6 до 7,5 триллионов долларов. При этом текущая рыночная капитализация биткоина составляет всего 228 миллиардов. Также биткоин обладает гораздо лучшими характеристиками делимости и куда более портативен, чем золото. Поэтому он может его со временем полностью заменить. Между тем, аналитики ожидают, что число пользователей биткоина достигнет 200 миллионов к 2024 году в течение ближайших 7 лет, учитывая нынешние экспоненциальные темпы роста криптовалюты. Уже в марте 2017 года количество активных пользователей биткоин-кошельков колебалось в пределах от 3 до 6 миллионов человек. Однако с тех пор пропорционально рыночной стоимости базы пользователей криптовалюты росла невероятными темпами. Только в ноябре Coinbase зарегистрировала более миллиона новых пользователей. Крупные региональные биткоин-биржи, такие как японская BitFlyer и южнокорейская BitHub, также имеют почти 1 миллион пользователей на каждой платформе. Если учесть количество горячих кошельков или биткоин-адресов на биткоин-биржах, количество уникальных пользователей биткоина сейчас, вероятно, составляет более 10 миллионов. Интересный материал о влиянии криптовалют на экологию разместил CoinTelegraph. В нем майнинг аналитически сопоставлен с добычей и производством золота, выпуском фиатных валют и другими схожими отраслями. В результате получается, что об экологическом воздействии биткоин-майнинга особенно любят говорить те, кто считает, что это нелегитимная валюта. И хотя майнинг биткоина действительно потребляет электроэнергии больше, чем большинство африканских стран, затраты на майнинг в сравнении с аналогичными индустриями минимальны. Фактически, биткоин потребляет меньше энергии, чем его нецифровые эквиваленты. Подобные выводы крайне важны для сознания жителей многих стран, в которых экология является важнейшим компонентом мировоззрения. Теперь эти люди смогут позитивно воспринимать инвестирование в криптовалюты. А китайские спекулянты из недвижимости идут в крипторынок. С 2008 года китайский предприниматель Чен вместе со своими друзьями занялся манипуляциями на рынке недвижимости, а теперь переходит на биткоин. Он начал с приобретения биткоина, но затем перешел на его форки. Биткоин будет привлекать капитал обеспеченных банкиров и финансовых воротил, объясняет он. Я не обладаю достаточным капиталом для того, чтобы соревноваться с ними, но так как должна вырасти стоимость биткоина, то и цена форков тоже будет расти. Он рассказал, что его портфолио состоит из 10% биткоина, 40-50% форков и 10% токенов ICO. Его инвестиционная философия – инвестируй в неизвестность. Мир меняется очень быстро, довольно просто упустить возможность еще до того, как ты осознаешь ее. Изучайте то, что вы еще не знаете. Это та сфера, где находятся возможности. Офорки биткоина в самом деле живут успешной жизнью. Майнинговый пул VABTC сообщил о запуске новой торговой площадки для цифровых валют, в основе которой будет лежать не биткоин, а биткоин кэш. Запись в публичном реестре свидетельствует о том, что новая криптобиржа CoinEx, зарегистрированная 4 декабря в Великобритании, новая биржа внедрит маржинальную торговлю и криптовалютные деривативы. VABTC также планирует разработать новую удобную торговую платформу, которая дополнит экосистему. А разработчики Monero пытаются сократить транзакционные сборы сети. И если все получится, это хорошо отразится на популярнейшем альткоине. Но реализация технологии BulletProves может принести еще больше, сократить сборы для всей сети Monero. А именно вопрос сборов остается для криптовалют проблематичным. Ведь по сравнению с биткоином транзакции Monero кажутся очень большими. Причина – акцент валюты на конфиденциальности и анонимности. Технически, каждая транзакция использует ряд доказательств, которые масштабируются линейно, в зависимости от количества входов-выходов. И эти данные значительно раздувают трансфер XMR, а BulletProves должен сделать процесс более эффективным. Удивительная история о биткоин-евангелисте Андреасе Антонополосе продолжает вдохновлять крипто-сообщество. Этот человек оказался в центре излияния благодарности за то, что последние пять лет он провел путешествия по миру и рассказывая людям о биткоине. Однако, как оказалось, сам он за это время не смог воспользоваться преимуществом криптовалют и так и не разбогател. Когда цена биткоина достигла 16 тысяч долларов, сообщество отблагодарило Антонополоса. Внезапно охватившее сообщество порыв благодарности продолжается до сих пор, и на криптовалютный адрес отправлено уже более 150 биткоинов, то есть около 2,3 миллиона долларов. Один из отправителей перечислил просто невероятную сумму в 37 биткоинов. Это не просто красивая история, это свидетельство того, что за ростом криптовалют стоят конкретные люди, сообщество сплоченных энтузиастов, верящих в индустрию, в дело блокчейна, децентрализации, анонимности. А на сегодня все. Каждый день мы собираем главные новости в одном месте, чтобы ты был в курсе. Подписывайся, айтюбер.